здравствуйте друзья я рассуждал вчера вечером по поводу хейтеров по поводу коннект дисконнект движение энергии в теле в душе в обществе и так далее и вот один из комментариев как бы чтобы так коротенько то же самое сказать там человек пишет что вот там библия умные люди мы не будем так уж прямо на бога все это наваливать значит вот умные люди которые понимали жизнь они написали вот что надо прощать надо отпускать потому что это разрушительно в первую очередь для самого человека это как бы этот тезис сам по себе что ты в себе носишь это в первую очередь тебе во вред не не тем кого ты не любишь и тебе лично во вред и что это в общем-то на библейском уровне давно существующая мысль такая и в общем да я как бы могу сказать что трудно не согласиться более того мы как люди взрослые и так ну развиты я надеюсь что в основном мы в состоянии на одно и то же явление посмотреть с разных позиций я помню маечку одну видел знать очень смешно человек шел в майке и на ней один и тот же тезис был перефразирован с точки зрения с точки зрения разных религий хотя сначала было само изначально и изначальное выражение там шит хэпэнс классическая американская такая для маечки там для всего для жизни а дальше вот как в разных религиях значит там это все было бы сказано вот там допустим там еврей говорит shit always happens to us там католики говорят shit happens to us потому что с нами случается потому что мы там плохие католики или там мы там плохо следуем там богу вот там какие-то буддисты они более там я не помню дословно формулировок но это ужасно смешно ужасно смешно как вот одно и то же вещь они по-разному перефразировать и вот я к тому говорю что мы можем примерно такую маечку здесь сами себе нарисовать будучи людьми взрослыми и способными подшутить там над собой в том числе поэтому с точки зрения материалистической конечно вот пишут что проанализировав текст ветхого завета пишут что там было довольно много авторов и там их перечисляют даже вот называют называют сколько там приличное количество людей приложилось рукой и мы понимаем что тексты переписываются тысячелетиями переписываются ручным способом там не могло не добавится представьте себе что вы переписываете ветхий завет вам что нечего сказать ну дали бы мне переписывать я бы тоже рассказал или мне рассказать не но это не важно в общем пишут что же приложились люди больше того если мы посмотрим на сами события которые описываются тоже там с точки зрения такой чисто сугубо научный такой отвлеченный ни в каких источниках египта скажем времен исхода не отмечено какая-то существенная убыль населения вот эти не могли 600 тысяч или там 2 миллиона там по-разному но не могли даже 600 тысяч не могли вот так просто уйти чтобы никто не заметил нет абсолютно никаких упоминаний о там казнях египетских поэтому да больше того когда там по анализу крови получается что жители допустим там израиля не жили в египте особо а так как бы в основном было там из населения там близлежащих территорий потом дай бог память это я уже не говорю о том что история исхода была записана там через тысячу с лишним лет после исхода евреями жившими в вавилоне насколько я помню я могу ошибаться я лично себя не беру ну то есть очень много наворочено всего батя с точки зрения вот там научный вот с точки зрения такой мистицизма тогда религиозный там еще какой-то мы можем так по-разному даже глянуть но мне нравится вот такая что вот тот кто производит предмет какой-то вот допустим я не знаю вы купили телевизор телевизор есть руководство пользователя вот есть софтвер какой-то компания производит софт врата издает руководство пользователем всевышний в каком бы формате он нами не понимался он создал вот это все и он выпустил руководство пользователя виде ветхого завета и там нет такого знаете но нет не то что нет можно по-разному понимать но в общем и в целом это такое руководство пользователя не говорят вот это делать хорошо а вот это делать плохо и все это не то что боженька тебя накажет или там будешься плохо вести там в аду окажешься на сковородках тебя черти будут жарить там возможно и так тоже но мы абстрагируемся от такой формулировки от такого понимания и говорим это там показаны причинно-следственные связь вот если ты будешь что-то такое делать чего не надо делать у тебя появится вот этот самый дисконнект обрыв и дальше накапливаются проблемы потому что свежая так сказать свежие потоки не приходят там значит то что там накопилось не уносится никуда и вот пошла такая гангрена значит а если ты будешь хорошо все делать значит у тебя будет хорошо те вот эти потоки будут идти причинно-следственные связи не делал чего-то что надо делать вот тебя проблема делал то что надо делать вот у тебя нет проблемы ты хорошо себя чувствуешь что настроение хорошее ты физически молодец и так далее и вот там есть вот эти что должен делать человек да вот скажем а еще что не должен отдельно но вот есть этими митсвад до митсвы которые надо делать есть для простого человека там немножко а есть для сильно продвинутого там уже 600 с например вот там субботу соблюдать в чем смысл субботы ты не делаешь никакого бизнеса ты вообще не занимаешься ничем таким а ты таком созерцательном состоянии в отношении искать высших сил ты занимаешься семьей вот общаешься с людьми с друзьями и так далее но если ты не будешь общаться с друзьями думать о семье думать о причинах и первопричинах и о своем месте в этом мире то ты как раз и окажешься вот ситуация вот этого дисконнекта то есть это здоровый путь в жизни человека когда он должен иногда задуматься и вот как бы о чем то еще кроме того своего быта это же важно кошерность вот соблюдать соблюдение кошерности тоже да интересная такая митсва в то время когда это все было дано людям нехват не было воды там чтоб сильно помыть эти есть целые там научные теории почему например в таком климате там пустынным полупустынным жарком почему там плохо кушать свинину и с точки зрения того что там не грязь и с точки зрения того что жир в крови застывает тоже ночью холодные так далее то есть масса всего посмотрите например на ислам то же самое то это даже кошерность под другим словом называется но зародилась в одном и том же месте рядом там вот на пятачке все это правило здорового поведения вот этого делать не надо а это делать хорошо посмотрите на заповеди да не убей если ты будешь убивать людей чем это для тебя кончится руководство пользователя не убей не укради не прелюбодействуй не уже свидетельствует если ты будешь обжисть если что с тобой будет даже если тебя физически не накажут тебя не посадят тюрьму и не дадут те капки кирпичом по голове что с тобой будет во что ты превратишься сам как человек разве этому тебя там учили разве для этого тебя создал кто-то знаете чтобы вот вот этим заниматься поэтому я бы вот так как бы так технократически мне нравится вот она в этом в этом руководстве пользователя есть такой технократический элемент мне это нравится просто написано чего делать чего не делать конечно там да прости надо прощать надо отпускать и началось это даже не с не светлого завета это началось раньше то есть так правило как жить начались еще с авраама он когда пришел в землю обетованную он у него были ученики он он учил 70 человек и я слышал такую версию я не знаю так можно ли ее принять за за чистую монету в общем или исторически это подтверждено или нет но я слышал такую версию что вот один из учеников оказался в индии в современной и есть много общего между скажем каббалу каббалой и тем что вот допустим там учит чему учит философы индийские и и вот даже индийское слово бра бину пробины где-то слова авраам абрахам да абраам 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 бра 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 мин абра бра 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 абра хам вот вот как бы это слово само оттуда пришло я не знаю я я небольшой знаток этого дела то есть совсем никакой но просто вот я слышал такую версию что вот даже так то есть правило меню вот этот вот сюда руководство пользователя системой под названием жизнь было дано и раньше тоже но она была таким изустным она не было письменным она была из устным и и так вот она как бы передавалась от учителя к ученикам и так далее а уже когда время подошло уже дали тору дали ветхий завет народу и как бы это уже такой документ который можно изучать его можно комментировать можно комментировать комментарии люди десятилетиями сидят там синагога крутят пейсы и изучают философию там есть чего изучать так что но все-таки важно понимать важно все-таки понимать зачем ты изучаешь что ты изучаешь есть ритуал я не хочу сказать что ритуал это плохо вот например если человек чисто ритуально перед едой моет руки например с мылом или сейчас стало модно там каким-то хим составом обработать чтобы водой кожу не не сушить так это неплохой ритуал но есть и это тоже важно на самом деле но есть вот это коннект коннекшн да и дисконнекшн например если у тебя ритуал перед едой там помолиться и господи поблагодарить значит что послал те вот эту пищу если это ритуал то никакого коннекшн в этот момент нет ты ничего не получил ты абсолютно изолирован от всего если ты эти слова произносил это искренне благодарил и ты в этот момент подключился вот к этой энергии совершенно другое дело ты эту пищу по-другому усваивать будешь она тебе гораздо больше пользы принесет как ни странно хотя химический состав ее не изменится и так во всем поэтому безусловно есть польза в ритуале как таковом то есть это лучше чем даже ритуала не имеет но ритуал который сопровождается подключением до до порядок ценней даже если нет ритуала всякое подключение цене есть хасидская причина мне очень нравится здесь хасидская причем расскажу папа еврейский папа с еврейским мальчиком жили на хуторе и там не было синагоги они так такие условия были обстоятельства такие и вот однажды папа берет мальчика мальчику лет 7 но он старательный он 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 выучил алфавит вот такой же как в языке иврит они может быть говорили на языке идешь но алфавит из иврита он выучил алфавит он старается хороший мальчик и и они попали где добраю в район там миг ну местечко я никуда не пришли но там была синагога и они с папой пошли в синагогу и папа там стоит молится а мальчик молитв не знаю знаете так вот на хуторе растет не знает молитв и ну что ему делать и он повторял алфавит просто вместо молитвом просто повторял алфавит там и ну когда папа уже помолился они пошли и он сказал господи в эту ну ты же знаешь что я хотел сказать раз простать уже эти буквы там в нужном порядке и и вот с точки зрения значит да как бы философии с точки зрения религии с точки веры с точки зрения хасидизма да это молитва его когда он просто буковки повторял из алфавита намного больше намного ему дает намного ценнее чем человек который знает молитвы что-то такое там зазубрил а при этом он не подключился вот у него дисконнект то что он слова повторяла подключение не было а мальчик слов не знал а подключение было потому что он искренне был и так далее я как-то слушал баптистского приста только мы приехали сюда но я не боюсь соврать там пару лет прошло уже где-то работали и познакомились с какими-то баптистами причем такими серьезными людьми там семья была муж и жена муж был каким-то очень большим начальником в нас а и они взяли нас с собой на какой-то такой молибен ну по нашим тогдашним понятиям на молибен это было не похоже потому что они там играли на гитарах пели песни слайд шел по стене и они там подпевали этому слайду ночью такое странное было действие вот вышел прист прист был то наверное он мотоцикл вот любит водить прошлом был весь переломанные вот так обычному циклисты такие ходят сломаны он весь пришел в гипсе такой прикольный чувак на программистом работает не знаю в общем у него была тема выступления это стресс и как с ним бороться точнее он как бы проводил параллели между тем что говорит библия по поводу борьбы со стрессом и тем что говорит современная психология и там может психотерапевтия психологии и и он как бы показывал что то что сегодня психологи говорят это то что в библии было написано 2000 лет назад или там не знаю там какой в какой момент тот кусочек был написан которому он апеллировал но по христианской линии там видимо почти 2000 лет назад и там решение которое он показывал от стресса угол прей вы с джой прей вы с джой то есть молись сказать с удовольствием это не совсем точный перевод будет это искренняя радостная молитва эти самоотдачей такой да молись вот искренне самоотдачей радостно вот вот это это и это отпускает стресс почему молись потому что connection ты подключаешься к той энергии который тебе не хватает если бы у тебя эта энергия была на месте у тебя бы стресса не было у тебя бы тебя бы прочищала промывала кровь промывала бы лимфа промывала бы нервная система бы отлично работал все будет окрутилась вертелась физически это же самое происходило бы на ментальном уровне на душевном уровне там и так далее тебя бы промывала подключись и тебя промоет эти что делают там я не знаю хиропракторы да вот они там по точкам ходят значит там другая концепция меридианы по меридианам ходит энергия вся эта энергия значит она там расходится там по телу и так далее я помню ходил к такому китайцу показаться по поводу диабетом и он говорит а где обет он говорит итак у него картинка такая висит на стене человек там с позвонки там его это где-то я боюсь соврать восьмое там или пятый какой-то позвонок вот вот это он отвечает за диабет значит мы сейчас тут энергию туда запустим сюда тут точит то есть вот такое измерение которое например отсутствовало вот в наше время не знаю как сейчас но в наше время в советской медицине это измерение отсутствовало движение энергии там по меридианам может быть сейчас это тоже там присутствует и признается я не знаю мы когда приехали в соединенные штаты хиропракторы не признавались врачами официально и например страховка не платила за хиропрактора вот ты мог например побиться в автомобильной аварии у тебя тут тянется там расходится ты сам ты сам платишь хиропрактор потом они стали немножко так больше легитимизировать и в какой-то момент там сказать ну хорошо там пять сеансов мы тебя оплачиваем у хиропрактора тоже сейчас хиропрактор прям как врач вот настоящий там полно ну не 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 то чтобы то же самое но в общем тоже абсолютно признанные страховки и все такое и тогда чем они занимаются вот вот движение вот этой энергии ты можешь указывать иглоукалывание ты можешь это же самое делать до возбуждать значит тем что ты иголочки там втыкаешь вот в эти точки там на по меридианам ты можешь это делать физическими там нажатиями массаж просто обычный массаж оздоровляющий там какой угодно вот где там по телу тебе гоняют блокировки снимают психотерапия разве не этим занимается вот сидят разговаривать человек надо выговориться до выпустить снять блокировку поэтому я я не знаю вот вот это движение энергии какой энергии любой вот какая только энергия не есть если там блокировка значит мы торчим и проблемы накапливаются и мы можем как бы к древним источникам обратиться ведь в чем силу например ветхого завета сегодня там сколько там на свете евреев боже там не за 20 миллионов мне не о чем говорить но два с половиной миллиона христиан сколько там миллион миллион я взять вас полный миллиарда христиан меньше двух миллиардов но близко к тому мусульман и для тех и для других ветхий завет это первый документ религиозного значения исторически который так или иначе участвует как бы в развитии двух вот этих религий массовых много миллиардных это это то что определяет значительной степени мысли и чувства людей соответствующими изменениями конечно модификациями тогда поэтому ну конечно ну конечно там очень много чего сказано и люди 2000 лет назад и и и и 3000 лет назад они в общем-то были похожи на нас во многом и сделаны они были тем же творцом по тому же дизайну низ независимо от того кого вы считаете творцом но в общем-то чем мы сильно от них отличаемся поэтому так уж до а блокировках здоровое тело здоровый дух это как здоровом теле здоровый дух это как ну то есть конечно те кто сказать в древнем в древнем мире они говоришь он занимается там физкультурой и у тебя и дух будет здоровый не только тело но мы мы-то знаем что есть и обратная связь тоже правда от духа к телу тоже связь есть так что как приезжаешь на работу и все надо парковку искать да ладно поедем на нашу школьную у нас есть отдельно своя школьная там чуть подальше и фактически мы возвращаемся к тому о чем говорят абсолютно все и хиропракторы и там всевозможные вас восточные практики мы говорим о балансе мы говорим о движении энергии мы говорим о том что не должно быть блокировок и вот собственно в отношении того что мы любим кого-то или не любим или нас трясет от него там или что-то такое значит если у нас такая проблема есть чтобы кого-то не любим то это наша проблема только наша ничья больше то есть она ранит нас в тысячу раз сильнее а может быть и в миллионы раз сильнее чем того кого мы не любим ему например может быть вообще пофигу а может быть ему еще еще и в радость есть такие люди которые в радость вот в этом троллинг состоит до сказать чего нибудь там и смыться они там пошло-поехало это же радость какая у людей в эти вот поэтому чем закончится ну я думаю что будет очень здорово если мы как бы подумаем об этом и комментарий хорош напишем какую-нибудь мысль историю из жизни и так далее мышь теперь делаем интервью в скайпе поэтому если есть что рассказать на пер на эту тему ребят я с удовольствием с большим удовольствием вас запишу покажу вы расскажете историю свою там или не обязательно свою счастливо